Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телекомпания «Город. Программа подробностей». А в нашей студии сегодня Имам Хатиб, города Рязани, на рулах Юлдашев. Добрый вечер. Здравствуйте. Сегодня мы с вами говорим о таком важном событии, как месяц Зульхиджа. Это даже период какой-то долгий. Давайте мы расскажем всем, кто не знает, что это такое. Это один из месяцев мусульманского календаря, в котором также 12 месяцев, но он привязан больше к движению Луны и каждый год передвигается по сравнению с предыдущим, да? Да, с солнечным или грегорянским календарем на несколько дней, точнее, около 10 дней вперед. И этот месяц является последним в череде месяцев, как, например, декабрь, запретных месяцев, на самом деле четыре. Три из них идут один за другим. Это вот этот Зульхиджа месяц, месяц до него, Зулькада называется, и Мухарам после него. Это как, опять же, ноябрь, декабрь, и потом январь. Три. Два последних месяца одного года и первые следующего года. И есть еще один месяц, он находится по середине примерно года. Но они все являются так называемыми запретными месяцами, харам, когда запрещено в себе грехов, когда человек должен стараться еще больше совершать добрых дел, благих дел, стремиться к благочестию и, значит, быть ближе к Всевышнему. То есть в этот месяц совершается хадж. Первые десять дней и ночей этого месяца являются самыми благими, значит, важными, когда люди стремятся провести ночи в бдениях, да, дни в посте. И через десять дней уже наступает, значит, праздничный день, как мы знаем, это Курбан-Байрам. То есть это все внутри вот этого месяца. У вас и без того все достаточно строго. Это действительно надо отдать должное этому. Но вот эти десять дней, скажите, чем занимаются мужчины? Живут каждодневной жизнью, да, то есть созидательной, нужно жить активной жизнью. Но в то же время, значит, помнят всегда и ставят, как говорится, в угла свои отношения со верой, со Всевышним. И когда на календаре такие важные дни или важные десять ночей, то верующий человек старается, значит, в числе других дел еще больше совершать каких-то добрых дел, благих дел, навещать родных и близких, помочь соседям, друзьям, опять же, ближним, значит, содействовать в каком-то добром деле, прочитать дуа и молитвы, которые он знает, прочитать Коран, да, и сколько листов, сколько страниц успеет или сможет, или прослушает. И дни, если, конечно, есть возможность, то провести в посте. И это мы рекомендуем, чтобы, да, верующие, они проводили эти дни в посте. Хочется понимать, кроме духовной вот этой пищи, что он дает людям? До наступления этого месяца Зульхиджа примерно за неделю-полторы люди провожают своих знакомых, друзей, да, кто поехал в этом году в хадж, то провожают их в хадж. Они под впечатлением от проводов в хадж, да. То есть кому-то в этом году было суждено ехать. Удача такая, или там успех такой, что он поехал. Во-вторых, оставшись дома, что мы можем делать сами? Тут хорошего, да, доброго. И, как сказал пророк Мухаммад, салаллаху салам, мир ему, пути добрых дел, пути благих дел, в виде разновидности добрых дел, они многочисленные, и кого-то Аллах Та Аллаху Всевышний прощает за одно деяние, кого-то за другое, да, кто-то заслужил рай, просто тем, что из дороги убрал, допустим, ветку, которая мешала проходящему, да, и так далее. Даже в дни поста есть некоторые особые традиции, есть блюда, что можно кушать. Я думаю, что есть они и у вас. Расскажите об этом. Да, ну, насчет поста можем сказать, что иногда вот тоже задают вопрос. В эти дни, это примерно с 4 утра до 7 вечера, по мусульманскому посту, то просто нельзя ни пить, ни кушать. Вообще ничего. Да, ничего ни пить, ни кушать. С утра до 4 утра какой-то ранный, легкий завтрак некий, если кто хочет, да, это рекомендуется, но и после уже весь день человек ни пьет, ни кушает, и только в 7 часов вечера, значит, разговляется и возвращается в нормальный свой режим, да, кушание, питание и так далее. Но важнее всего этого то, что человек не только голодает или там не пьет, а весь день удерживает себя от всего, что неодобряемо, от всего, что, значит, считается или греховным, или осуждаемым, или неприемлемым, и старается, наоборот, побольше говорить, доброго сделать. А вот эти правила, они касаются всех членов семьи? Вот у нас, опять же, можно маленьких не мучить постом, потому что все-таки это детки, им хочется вкусного, сладенького. Обязательный пост, он только в месяце Рамадан, который прошел, пару месяцев назад, да, уже прошел. Сейчас то, что эти дни, он рекомендуемый пост, сурнад называется, рекомендуемый пост, когда кто имеет возможность, у кого не совсем тяжелая работа, у кого есть такие, да, может соблюдать такой режим, с 4 утра до 7 вечера ничего не покушать, не попить, то он все-таки соблюдает, старается соблюдать, да, значит, из блюд и еды, может, орехи, там, мед, что-то другое, значит, более калорийно, может потреблять, чтобы, значит, удержать этот пост. Конечно, детей это не касается, но дети всегда, они интересуются, им радостно все это, значит, как-то принять участие в разговоре, или там, почувствовать себя взрослыми даже. Да, да, да. А по окончании месяца Зульхиджа, что происходит? Как некая кульминация, вот 9 дней, и 10-й день, это получается 10-й день Зульхиджи, когда кто поехал в хадж, они находятся в таком месте, которое называется Арафа, и кто не в хадж, а дома, они этот день отмечают Курбан-Байрам. Как мы с вами, наверное, знаем, Курбан-Байрам, он имеет один день, и еще 3 дня после этого дня тоже считаются праздничными. За день до праздника готовят свой дом, готовятся сами именно к тому, чтобы отметить праздник. В празднике, например, есть такая традиция, в том числе для детей, чтобы надеть что-то новое детям, и они ждут этот день. Те, кто имеют возможность, как мы с вами знаем, проводят жертвоприношения, это, значит, лекий барашек, или что-то такое, которое тоже полагается раздать, что-то оставит эта семья для себя, да, угощение некое, устраивает себе, но большую часть обычно принято на три части разделить, одну часть знакомым, соседям и друзьям, а одну часть вообще, значит, незнакомым, но раздать это мясо, чтобы у других тоже было на столе. Такой общий поступок, совместный поступок, когда все вместе в течение этих дней стремятся накормить, да, бедных, нуждающихся, соседей, друзей. А это зависит от принадлежности к определенной вере? Нет, человек может этим своим барашком угостить представителей всех верований, да, это налаживание отношений, добрых отношений с соседям. Мы с вами встретились для того, чтобы объяснить людям, что мусульмане, они бывают разные, они гостеприимные, они радушные, у них есть замечательные праздники, я права? Да, добрые отношения всегда, они дают добрый отклик, да, у человека всегда хороший поступок того, кого мы увидели когда-то в наших сердцах, каждого человека оставляет добрый след, поэтому верующим человеку рекомендуется всегда по возможности сделать добро. Давайте мы здесь и начнем, сделаем первое доброе дело, скажем что-нибудь хорошее нашим телезрителям, которые смотрели нас сегодня. Ученые говорят, что чем строже человек себя настроит, сделает себе некий строгий, строгий отчет, как будто стоят перед Всевышним, уже будучи в этом мире, ему легче будет на том свете, перед Всевышним, значит, перед Всевышним легче и будет радостнее, поэтому, будучи на этом свете, и каждый год, когда подходит последний месяц или какие-то даты, верующий человек, он понимает, что надо бы посмотреть, что доброго он в этом году сделал, чтобы их больше сделать, какие ошибки недостатки, или там проступки, если были совершены, чтобы их в будущем не сделать, да, и, конечно, пожелание побольше совершать добрых дел, навещать родных и близких, навещать матерей, отцов, дедушек, бабушек, прабабушек и других родственников, налаживать добрые отношения между друзьями, родными, близкими, соседями и настраиваться на позитив, на хороший. Спасибо, я думаю, что мы с вами настроили на позитив. Это была программа подробностей. Независимо от веры не забывайте своих хороших традиций. До встречи!